Уважаемые граждане Кыргызстана, я сегодня сделать хочу чрезвычайно важное заявление. Оно касается того, какие реформы нужно предпринять Кыргызстану, чтобы стать богатой, процветающей и счастливой страной. Сделать надо будет очень много. И в сфере пенсионного законодательства, и в сфере законодательства налогообложения. Но самый главный, самый мощный шаг, который продвинет Кыргызстан к цели, это, вне всякого сомнения, закон о финтех-компаниях. Сегодня все мировые финансовые центры, региональные финансовые центры, процветают. Есть такая фраза, жить с деньгами, жить на деньгах и жить без денег невозможно. Если мы возьмем, например, самый крупнейший финансовый центр мира, Лондон, то в Лондоне, сегодня, в Великобритании, кроме финансового сектора, других значимых секторов экономики и нет. Если Великобритания была мировой мастерской в 19 веке, то все сегодня осталось это позади. Именно за счет финансового бизнеса и процветает сегодня Великобритания, и не только она одна. В Европе это Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Рим и ряд других столиц европейских государств. Значит, в Юго-Восточной Азии это континентальный Китай, Сингапур, Гонконг, Куала-Лампур и ряд других региональных финансовых центров. Даже Африка сделала решительный шаг. И за счет финтех-компаний они сегодня решили одну из сложнейших проблем. Это мгновенные платежи в семи странах. И на них посыпался золотой дождь на африканские страны. Только за 2020 год прямых инвестиций, прямые это означает, что их никогда в этом не надо. Это инвестиции в капитал компании, которая занимается именно этой тематикой. Поступило более 400 миллионов долларов в развитии финансовой сферы Африки. И признанием значимости этого факта стало то, что к этим семи государствам, где идут в физическом онлайне мгновенные платежи по семи странам Африки, присоединился Лондон. Сегодня они напрямую связаны с Лондоном. Что касается Кыргызстана, эта тема понимается руководством страны. Президент Кыргызстана в своем поздравлении с Днем банкира четко сформулировал, что он хотел бы, чтобы Кыргызстан семимильными шагами двигался в сторону развития финтех-компаний. Более половины депутатов, я уже говорил, не только поддержали, но приняли активное участие в обсуждении этой темы. Обратите внимание, сколько публикаций на эту тему появилось как на сайте Жогор Кукинеша, так и в других СМИ. Что же мешает сделать этот судьбоносный шаг к Кыргызстану? Очень жесткая позиция руководителя Кыргызстана, извиняюсь, руководителя Национального банка Кыргызстана, который всячески противодействует реализации этой концепции. И вот я полагаю, что было бы крайне важно для судьб Кыргызстана, и я также полагаю, что господин Абдегулов, глава Национального банка, является патриотом Кыргызстана, и он с удовольствием согласится обсудить в прямом эфире вопрос о развитии финансовых технологий, привлечения на территорию Кыргызстана ведущих мировых лидеров в сфере финтех-технологий, то есть ведущей финтех-компании, для того, чтобы обеспечить лидирующие позиции Кыргызстану в финансовой сфере Центральной Азии. Хорошо, я предлагаю встретиться официальному лицу, который возглавляет НОЦБАНК. Какое я имею право делать такое предложение? Дело в том, что я, доктор-профессор, 17 лет отработал в Академии наук, имея высокую квалификацию в сфере физического моделирования. Где-то порядка 3-4 года назад нашей командой был решен вопрос о найденном решении по проблеме Коперника Грешима, которое стояло 500 лет. Ну хорошо, это академический результат. Какое отношение он имеет к финтех-компаниям? На основании этого решения нам удалось построить процедуру искусственного интеллекта, которая привела к тому, что платформы, которые работают под этой технологией, они работают без участия человека, в физическом онлайне, они обрабатывают миллионы транзакций в течение часа, и в частности, например, в 2019 году стартовал проект на нашей платформе в США, а в октябре того же года он был признан лучшим финтех-стартапом. Кроме того, есть реализация в Сингапуре. И у нас идут очень большие дискуссии с Национальным банком, что якобы приход финтех-компании приведет к тому, что криминализируется финансовая сфера Кыргызстана. Это не так. Приведу конкретный пример. Самая жесточайшая юрисдикция в мире – это Сингапур. Там за противоправные действия есть казнь через повешение, пожизненные сроки. Даются сроки на громадные периоды времени, на десятилетия. И в Сингапуре прекрасно работают финтех-компании. Я не буду никоим образом комментировать высказывания тех участников дискуссии, которые опубликованы как на сайте «Жугорку Кенеша». Я бы отметил две наиболее значимых публикации. Первая – это «Коней пора менять», старые уже выдохлись. И вторая публикация – опасность для… Я точно не помню, приблизительно назову эту статью. Опасны для Кыргызстана не реформы, а консервации нищеты. Там стороны аргументов изложены, так как и в статьях господина Абдегулова. Я думаю, что прямая дискуссия, она позволит четко поставить точки над «и» и позволит сторонам найти компромиссные решения. Со своей стороны, я обещаю предельную деликатность, вежливость и уважительное отношение к моему оппоненту. Спасибо за внимание.